Дети в семье. Вот насколько им нужны родители? Особенно, когда рождается маленький-маленький малыш. Помните, мы с вами говорили, что в самые вот первые месяцы, годы жизни, как раз происходят основные записи в лимбической системе, записи относительно его эмоций, чувств и так далее. И вот на эту тему нам бы хотелось показать такую небольшую презентацию. А важность действительно нормальных, хороших взаимоотношений среди людей, в первую очередь. За день до рождения ребенок спросил у Бога, я не знаю, что я должен делать в этом мире. А Бог ответил, я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Но я не понимаю его язык. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Не важно, как его зовут, ты будешь называть его мама. А вот представьте себе такую семью, такого ребенка, который живет в семье, где папа смотрит на бутылку. То есть всю свою жизнь папа оценивает через призму вот этого вот зеленого стекла. Значит, папа смотрит на бутылку. Или прозрачного белого. Созависимая мама смотрит на кого? Она смотрит на папу. Каково детям в этой семье? Обратите внимание, у нас все наши службы направлены либо на помощь зависимых, либо на помощь со-зависимых. А дети остаются где-то за кадром. И вот давайте теперь посмотрим, каково детям в таких семьях. Дети переживают одиночество. Во-первых, они забыты своими родителями. Как мы уже сказали. Потому что папа смотрит на бутылку, мама смотрит на папу. Им некогда заниматься своими детьми. Они забыты своими родителями, эти дети. Эти дети забыты профессионалами. Потому что, как мы сказали, профессионалы у нас занимаются профессионально. Зависимостями, аддикциями. Проблемами брошенных матерей. Проблемами матерей в насилии. Которые в насилии. То есть вот занимаются взрослыми. Дети предоставлены сами себе. Считать, что их воспитывают родители. А родителей-то нет. В лучшем случае детьми начнут заниматься, если они начнут вести асоциальное поведение. Милиция, детская комната милиции. Но внутренним миром детей никто не занимается. Дети забыты братьями и сестрами. Потому что в этой семье каждый... Предоставлен сам себе. Каждый изолирован. Каждый выживает сам. Как может. Эти дети забыты друзьями. Может ли такой ребенок пригласить себе в дом друзей? Да ему запретят 10 раз. Скажут, ты что, а вдруг папа придет? А если дом и сам не приведет, потому что он боится. Вдруг папа придет домой. А потом, даже если вдруг у него будут друзья. Каждый ли ребенок способен... Рассказать своим друзьям, что у него в доме такая проблема. Как правило, нет. А если ребенок живет в заговоре, умолчание, он не в состоянии дружить. Он не в состоянии прилепляться никому. Он может бравировать, да. Но не дружить. Такие дети испытывают насилие. Причем насилие как физическое. Так и вербальное. Так и духовное. Духовное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Что происходит дальше, если, ну, ладно, давайте пока мы это оставим, да, пока здесь оставим, давайте разберем вот эти роли У этого Миши или в этой семейке рождается следующий ребенок, кто это будет следующий ребенок? Мальчик, девочка Девочка Как мы назовем эту девочку? Аннушку Аннушку, вот первое, Аннушку услышали, давайте, Аннушка родилась Итак, Аннушка родилась в семейке, где следующие роли Папа смотрит? На бутылку Мама смотрит? Куда? На папу Роль героя взял на себя кто? Миша То есть, теперь уже будешь получать пятерки бесполезно, Миша уже занял это место Миша занял свое место, ты можешь быть хороший, но ты уже повторяешь Мишу Надо выбирать себе какую-то другую роль И как вы думаете, какую роль себе выбирает Аннушку, чтобы как-то обратить на себя внимание Чтобы хоть как-то ее заметили Антигерой Антигерой Правильно Антигерой Противоположный Она становится козлом отпущения Она нарушает все правила, какие есть в этой семье Все правила, какие есть в доме, Аннушка нарушает Ей сказали приходить домой надо в десять Девять, она придет в двенадцать И это делает специально, хоть так обратить на себя внимание Если этого делать в семье нельзя, она будет делать это специально, чтобы обратили на нее внимание Ей же нужно это внимание, это же ребенок Это, как правило, Аннушка станет тираном школы Каждая учительница, зайдя в класс, увидев эту Аннушку в этом классе, будет приходить в ужас Потому что она всех ставит на уши Она сама стоит на ушах, она всех ставит на уши, это Аннушка Понимаете? Родители вызывают в школу Приходит папа с родительского собрания разъяренный Как он на Аннушку внимание обращает? Но перед тем, как выпить, он Аннушку воспитает Плачущая мама Вот такой вот герой, Миша, помогает отцу бросить пить? Нет Почему? Его это устраивает Правильно, какого я сына воспитал, а? Как не выпить? Как не выпить? Я же молодец А вот эта роль, помогает отцу бросить пить? Нет Ну как с таким ребенком Другая крайность Другая крайность Ну дети, да, понимаете, вот крайность и не крайность Но дети-то играют роли А внимание им надо, им надо любовь, чтобы их замечали Не приходится брать на себя вот эти роли И вот такая Аннушка, достигнув подросткового возраста Как вы думаете, она, куда пойдет эта Аннушка? На улицу На улицу В подвалы, на улицу То есть, понимаете, эти две роли однозначно Что первое, что второе, бесперспективно Потому что они, обе эти роли, ломают личность ребенка Но в этой семье рождается следующий ребенок Давайте, кто у нас рождается? Мальчик, девочка? Гена Мальчик был, девочка была, кто еще? Мальчик Гена Родился Гена Смотрите, семья у нас, да? Замечательная семья Папа смотрит на бутылку Мама смотрит на папу Роль героя занята Все, учиться бесполезно Кто играет роль героя? Миша Роль антигерой, роль казна отпущения тоже уже занята Будешь себя плохо вести, не заметят Там наружку есть внимание Будешь хорошо учиться, хорошо себя вести, тоже не заметят Миша уже стройная Что нужно сделать, чтобы привлечь к себе внимание? Что нужно сделать? Вырастегаешь Болеть Правильно, заболеть Надо болеть И вот этот гена играет... Все страдания, типа, да? Нет Ну да, теперь уже... Да Этот гена, вот посмотрите, играет роль потерянного ребенка Мы пока про потерянного ребенка поговорим Играет роль потерянного ребенка Что такое потерянный ребенок? Потерянный ребенок, это ребенок, который живет в своем мире Сам в себе Вот скажите, этому ребенку хорошо в этой семейке? Вот он родился в этой семейке, ему там как? И его желание от нее спрятаться И он прячется в своем мире, он прячется в своих фантазиях Он прячется в своих грезах Вот вы знаете, мы обращаем внимание, иногда приходишь в какую-нибудь аудиторию И вот, например, студента какого-нибудь Вот приходим, всех помним, вот этого человека вспомнить не можем Ни по фамилии, ни лицо, вот не помните человека Вот раз провел лекцию, два, где-то встречаешь, четвертая лекция Уже начинает как-то человек вырисовываться Вот мы точно можем сказать, что это потерянный ребенок Вот он настолько привык прятаться Вот он настолько привык быть незаметным Вот чем незаметнее, тем лучше А если заметнее, наоборот? А заметнее, это козел отпущения А заметнее занято уже, все, герой и козел отпущения, все Понимаете, он другую нишу занял, это потерянный ребенок И вот этот потерянный ребенок, он будет сам в себе, он будет болеть А его болезнь к чему приведет? Хоть так мамочка рядом с ним посидит рядышком Скажет добрые слова Хоть так папа Может быть и не выпьет свою бутылку водки А сходит в аптеку за лекарством Ну заодно купит и бутылку Скажешь, ну что же делать-то С таким-то ребенком Да, больным Понимаете? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия И расширению библейского образования От нас зависит Будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Ну а тут в этой семье Давайте рождать еще один ребенок Ребенок этот Кто? Мальчик? Девочка? Кто? Девочка, еще одна девочка Как зовут? Лиля И вот рождается Лиля Вот опять смотрите в этой семейке Папа смотрит на бутылку Мама смотрит на папу Роль героя играет Миша Девочки получают совершенно бесполезно Потому что хвалить все равно будут Мишу сначала Да Роль козла отпущения тоже бесполезна Даже если представляете Папа пробил все деньги Кого будут обвинять в этом? И на кого внимание обратят? Кого будут винить в том, что деньги пропали? Ну анушку Она виновата Козел отпущения во всем Да, понимаете, то есть я могу что угодно сделать Все равно про Аннушку подумать Потому что она уже заняла эту нишу То есть она уже оттянула на себя роль козла отпущения Мне бесполезно Болеть в этой семье тоже бесполезно Уже есть один больной Есть больной Хватит Я просто буду раздражать своих родителей Понимаете? И тогда эта Лиля занимает у нас роль Место такое, талисманчик Шут Семья Это ребенок у этой Лили Всегда будет готов Любой анекдот на любую тему Она подойдет к маме Скажет Мама Слушай, новый анекдот Подойдет Миш, слушай Будь спок Слушай, новый анекдот Будь спок Не обращай внимания Подойдет К Аннушке Или Гене подойдет Гене, хочешь конфетку? Подойдет к Аннушке Слушай, я там говорил С бойфрендом проблемы Как дела? Как дела? Нормально все? Нормализовалось? Просто любимчик семьи Папа пришел пьяный с получкой Мама знает, что с получкой Как вы думаете? Кого она пошлет отнести ужин Чтобы получку забрать? Кого она пошлет из этих детишек? Героя? Козла отпущения? Больного? Или шута? Любимчика всей семьи Конечно, Лилечку Конечно, скажешь Лить, давай И Лиля придет с готовым анекдотом Папа, будь спок Как дела на работе Папа Вот такая Лилечка Свой человек Свой человек Пап, ну как там твои кореши? Она четко все знает Эта Лилечка Она заняла свою нишу Она играет свою роль Роль шута Ну как вы думаете Вообще Для ребенка Быть игрушкой Леденцом Это как? Легко Леденец Понимаете? Она для всех леденец Мало кого вообще В этой семейке Волнует ее личное переживание Ей вообще Как вы думаете В этой семейке? Хорошо? Опять же Она забыта Конечно Однажды Нам в одной школе Показали такой рисунок Мальчик нарисовал Душа компания Говорит Классно Душа компания Там заводила Все Всегда Всегда есть Какое слово сказать Какое они дут Рассказать И вот дали задание Нарисовать Что там надо было? Что-то Нарисовать себя Нарисуйте себя В каком-то костюме маскарадном И вот значит Один мальчик Нарисовал так Был нарисован Клоун Такой разрисованный Бубенцы Все Такой красивый Клоун Цветной Яркий Улыбка И психолог Который работал В этом классе Она говорит Когда он подошел Этот мальчик отдавать рисунок Сказал Вот Смотрите какой я Такой яркий Красивый Но когда все уйдут Вы пожалуйста Не при всех Листочек переверните Когда все вышли Я листочек переворачиваю А там нарисованный Это же самый клоун Но черно-белый И плачет С таким вот связали Практически Это портрет Того самого шута Потому что снаружи Он вот такой вот Конфет А внутри шут Снаружи конфетка Ведь нет А внутри Внутри боль И вот эти дети Исполняют эти роли Они растут в этих ролях И что из них вырастает Давайте посмотрим Вырастают эти дети Интересно что ведь Они действительно Они привыкли С самого детства Не быть собой Они привыкли играть Вот такие вот Саморазрушительные роли Исполняют эти роли Э North America wrote Исполняют Ото А на Внут UM Субтитры создавал DimaTorzok